Приветствую вас, Валерия. Так часто бывает, что человек, будучи, ну, определенным по характеру, выбирает себе партнера похожего по характеру, и вы в этом смысле совершенно не стали исключением, потому что вы, будучи в себе не уверены, выбрали партнера, который также, в принципе, в себе не уверен, к сожалению. Вот. И можно эти отношения, безусловно, спасти, если вы станете сами более уверены в себе, и лучше разберете о своих чувствах, своих эмоциях, своих желаниях, может быть. Вот. И если мужчина, с которым вы сейчас вместе, сделает это тоже. Вот только в этом случае можно рассчитывать на то, что у вас получится сохранить отношения. Но в всех других случаях, к сожалению, боюсь, что нет, потому что пошли у вас уже какие-то взаимные обиды, пошли у вас уже, значит, стрелки, да, то есть вы, как бы, перекидываете на мужчину что-то, он что-то перекидывает на вас. Вот. В общем, это прямой путь в никуда, к сожалению. Вот. Это если отвечать на ваш вопрос конкретно. Следующее. Следующее. Доверие. Доверие, надо сказать, мало зависит от человека. С которым, к примеру, мы находимся в отношениях. А доверие в основном в норме. Зависит исключительно только от нас самих. И по-другому не бывает. То есть если, к примеру, комфорт человека зависит от другого, в данном случае от вас, то вопрос пропащит доверие и, соответственно, ага, появление, ну, какого-то дискомфорта, да, негатива и прочее становится вопросом, лишь вопросом временным. Потому что эта зависимость, в данном случае человек, зависит от вас. Вот. И хорошего здесь нет ничего. То есть доверие, это то, что должно быть у каждого из нас В. Внутри нас. Ни в коем случае не зависит, не зависит оно, ни в коем случае оно не может зависеть от, ну, от других, да. Ни в коем случае не может оно зависеть от, например, того, что делаете вы и так далее. Другое дело, что рассчитывать на вас, к примеру, в этом случае уже нельзя. Или вам нельзя рассчитывать на вашего партнера. Это да. То есть, к примеру, если есть какие-то ожидания, например, вы ждете, что, ну, что мужчина будет вести себя, там, одним образом, а он ведет себя другим образом, то, естественно, это будет, ну, неприятно, это понятно. Вот. Ну, опять же. Опять же. Тут вопрос, скорее, в том, насколько вы человека принимаете и принимаете ли вы себя. Понимаете, какая история. Давайте разберем более подробно ваш вопрос. Сейчас я вам покажу. Итак. С парнем вместе один год четыре месяца, с них девять месяцев живем вместе. Ну, надо сказать, что довольно быстро вы начали жить вместе. Вот. Дальше. Еще в начале отношений. Я пошла с подругой пить пивок, и тогда подруга попугала меня, чтобы завязали общение с парнями, которые сидели на соседней лавочке, а там парень оказался с ее школой под предлогом развести наводку. Ваш досуг вызывает у меня вопросы. В том смысле, что пить пиво, развести наводку, как-то это, ну, не очень мне кажется. Хорошо. С другой стороны, с другой стороны, опять же, если молодой человек знал, что вы, ну, не против такого, что вы можете заниматься такими вещами, то вопрос впадает под собой. Ну, вот. Это вопрос в уровне культуры у вас. А я согласилась, все это время переписывал с парнем своим параллельно и сказал ему об этом. Почему вы в это время не были вместе, не совсем понятно. Он меня отговаривал, это не делать, но я все-таки позволил себе это. Зачем? Зачем вы себе это позволили? Если он вас отговаривал, как бы, ну, ему было бы неприятно, да и, наверное, вряд ли кому-то измучили, это было бы приятно. В процессе общения один из них ударил меня, значит, подрядница, и я в ответ давал ему по щелчину. Впрочем написал об этом парню? Зачем? Зачем? Он и так на взводе был. Ваш парень. Зачем? Вы ему написали об этом. Что вы хотели, ну, я не знаю, что вы хотели услышать, что вы хотели узнать, что вы хотели, чтобы вам ваш мужчина ответил? Вот. То есть, для чего, какая цель у этого была? Ну, изначально, видите, ведь очень легко то это можно было бы оставить просто за кадром, очень легко это, можно было бы на этом не акцентировать внимание и все, но вы почему-то на этом застрелили надо. Вот. То есть, вот тут вот ваш мотив, ваш мотив, здесь для меня не есть. Вот. Честность? Ну, если честность, то честность можно было бы организовать, в принципе, например, приличные встречи все рассказать, а не в переписке. Непонятно. Дальше. Тем не менее, неправильно изложив свой гнев, где он посчитал, что меня от этого висло, и все-таки после этого я не ушла, осталось дальше с ним гулять, с ними гулять, просто не пропускает его человек к себе больше. Зачем? Если ваш мужчина, пожалуйста, неправильно изложил, если ваш мужчина откровенно выражает, эээ, ну, как бы, неудовольствие, да, ему неприятно. Если к вам, эээ, парни в данном случае, да, проявляют вот такое отношение, зачем оставаться? Для чего? Что вы хотели? Как бы, ну, этим доказать, что вы хотели, эээ, получить, там, я не знаю. Какой ваш, ну, какой ваш мотив? Вот, серьезно, какой, какой ваш мотив? Не ясно. Не ясно. Дальше. Идем. Эм, так. После этого мы очень сильно позорились. Опять. Опять. Ага. Неизна ответственность. Вы что-то сделали. То, что мужчине, эээ, было априори неприятно. Вот. И вы еще почему-то поссорились. Вот. Поясните мне, пожалуйста, почему вы ссорились, вот, именно вы ссорились, почему? Именно вы, Валерия. Поясните, потому что, эээ, нужна ваша позиция, чтобы, эээ, сохранить отношения, если, если мы хотим ваши отношения, к примеру, сохранить. Нужна ваша позиция. Нужна, чтобы, эээ, она была четкой. Вот. А я просто, эээ, четкости вашей, ээээ, позиции, к сожалению, не вижу. Вот. Соответственно, я не могу сказать, что ваша позиция, она вот, прямо, четко. Ибо, по факту, да, вы, вы не объясняете, по факту, эээ, своих мотивов. Вот. Вы понимаете? В какой момент? А это важно. Дальше. Ээээ, так, эээ, после этого, но этим последним я просил прощения, очень об этом сожалею, и сейчас сожалею. Очень об этом сожалею, и сейчас сожалею. Ну, вы знаете, ээээ, опять же, разрешите вам, эээ, не поверить, потому что, или, по крайней мере, повернуть сомнению в то, что вы пишете, пишете, потому что, а если бы вы, сожалели, если бы вы сожалели, то я не думаю, что вы бы повторили вот то, что произошло дальше, если бы вы сожалели. Это первое. Второе. Если вы, эээ, значит, эээ, сожалеете, да, если вы сожалеете, то, опять же, не ясно, из-за чего вы тогда ссоритесь с, эээ, ну, ну, с мужчиной, например. То есть, если вы сожалеете, непонятно, из чего вы ссоритесь, что мотивирует вас ссориться, то вам, эээ, как бы, в этом, в этом случае, да, вам, эээ, по-хорошему-то нужно просто признать, да, что вы, там, не правы, ну, к примеру, если вы сожалеете. Вот. Именно, если вы сожалеете, я подчеркиваю, не во всех, эээ, случаях, нужно, ээээ, признавать, что вы не правы. Ну, если вы чувствуете, что не правы, то, как бы, логично, что, что вы, как-то, вот, эээ, значит, ну, не ссоритесь, а вы ссоритесь, то есть, как будто защищаете претензии, защищаетесь и, эээ, значит, претензии высказываете своему, своему мужчине уже. Как это, эээ, увязывается с тем, что вы, эээ, сожалеете. Вот. Ведь если сожаления есть, то они же должны как-то выражаться, а в вашем случае они не выражаются. Вот. И конкретно не выражаются, именно конкретно не выражаются. И в будущем тоже. Все-таки мы помирились. Хорошо. Это хорошо, что вы помирились, вы молодцы, что помирились. Но, каким решением вы пришли, эээ, помирившись? Каким, каким решением вы пришли и пришли ли вы вообще к каким-либо решениям? Потому что, эээ, просто примирение, просто, вот, простое примирение без, без, эээ, решений. Каких, каких либо, без каких-либо, эээ, решений, без каких-либо, эээ, выводов, эээ, там, и так далее. Это, эээ, вообще ничего не значит. Это, по сути, означает, что эээ, скандалы вас, они, эээ, просто будут, будут, эээ, повторять. И все. Вот. То есть, вот вы помирились. Супер. Супер, что вы помирились. Отлично. Эээ, что вы помирились. А выводы, как, какие-то, эээ, были сделаны? Бабы. Если вы помирились. Ну, судя по, судя по тому, что вы, эээ, отвечаете, нет. И в чем заключается тогда ваше, эээ, примирение? Вот просто в чем оно тогда заключается ваше примирение? Ну, вот хочется, эээ, понять вашу позицию просто, просто. Опять же, вы здесь говорите, что мы помирились. Ну, кто мы? Вы же, Валерия, и ваш молодой человек. Каждое примирение из вас понимает по-своему. Так давайте подумаем, как вы понимаете примирение, как он понимает примирение. Я имею в виду, ээээ, молодой человек. И совпадаете ли вы в этом? Спустя некоторое время я поехал в свой город, где со знакомыми пошли на шашлыки. Я вела себя нормально, да и не скрывалась, что у меня есть парень. После шашлыков ко мне добавился парень, который там был, и начал что-то предлагать. Я ему сказал, что у меня есть парень, он сказал, что не знал, типа, чего я раньше этого не сказал. Непонятный такой диалог. То есть, как будто он начал вам, эээ, значит, определять какие-то претензии за то, что вы не сказали. Вот. То есть, это именно очень похоже на претензии, очень похоже на то, что, эээ, мужчина, он, знаете, эээ, как будто, ну, как будто ждал, как будто ждал. Чего-то, да. Аж. Ага. Понимаете? То есть, вот тут у вас, эээ, как бы, есть ээээ. Незастыковки, ну, вообще, вот, у вас есть незастыковка здесь, в том, что вы делаете, в том, как вы себя ведете, и, в том, значит, что происходит, к сожалению. Дальше. Так, парня, я об этом ничего не говорил, рассказал вот только пару дней назад, после чего он попросил показать мне переписку, где я сказал, что я себе переписку далеко, кроме его недавних переписок с знакомыми, о которых я ему говорил, доверие ко мне, его, конечно, ко мне пропало. Опять же, я не понимаю, зачем вы ему это, зачем вы ему это рассказывали, для чего, если все решили, переписку удалили, зачем рассказывать? То есть, что вы хотите, что вы хотели этим добиться? Ну, и парень, конечно, он, скорее всего, тоже не очень верен в себе, потому что, ну, как-то часто вы уезжаете одна, да, то есть, вот, два раза минимум, вы одна уезжаете, это, по меньшей мере, странно. Что-то. Дальше, кроме этого, я много рассказывал, я много рассказывал своей маме и подруге, подругам о нас, о нем, опять же, зачем? Когда он об этом узнавал, он меня сначала нервно, и в понимании просил отнестись, отнестись к этому всему и понять его, к чему, что понять, и не повторять этих ошибок больше. Каких ошибок больше? Где я начала подругам ничего не рассказывать, а маме совсем малой степени. Ну, гораздо-таки наоборот, подругам нужно рассказывать, если они особенно умеют хранить секрет, а маме не стоит. То есть, у вас как будто все самоценности, знаете, искажена. Да. Вот. А встречающая часть у него все это начало вылазить, он начал больше об этом говорить, где я по своей глупости и непониманию приказала и обвиняла закатого скандала. О чем он начал говорить? О чем он начал говорить? Простите, вы что, маме своей и подругам рассказывали о том, как вы скандалили или что? Я просто вот в сути скользяю. А дальше вы пишите, я по своей глупости и непониманию психовала, обижала, закатывала скандалы. Что значит по своей глупости и непониманию? Вы психовали, потому что у вас были определенные чувства. Вы психовали, потому что, ну, вам по-видимому что-то не нравилось, вам по-видимому, вас, по-видимому что-то, ну, напрягало, вот. То есть, как бы, что значит по глупости своей? Здесь вы извините, но вы себя обесцениваете, что так же неприемлемо, абсолютно. Вот. То есть, склонны вы обесценивать свои чувства, склонны вы, значит, пренебрежительно к ним относиться, к своим чувствам. по итогу, по итогу это выражается, к сожалению, только в, ну, вот в такой достаточно серьезный раздрай, в том, что вы имеете, и в том, чего вы, к примеру, ну, к примеру, да, хотите. То есть, это вот тоже достаточно такие важные моменты, на которые вам нужно обратить. Дальше. И вот, когда мы были неделю назад на море, опять же непонятно, если вы пишите, что вы про этого парня рассказали мне пару дней назад, то если вы пишите про море. Он снова начал об этом вспоминать, я сама не понимая, не понимая того, его на это подтолкнуло. Я сама не понимаю того, его на это подтолкнуло. А что вы делаете? Давайте разберем ваше поведение. И также на своих эмоциях и психах сказалось, что мы расстаемся. Почему? Что это были за чувства, Валерия? Что это были за переживания? После чего и пошел в то самое ужасное. Там, где был готов всю жизнь с этим жить, продолжать стараться мне верить и быть верным, превросло в то, что он стал меня открыто ненавидеть. Ну, чаще, чаще терпение у него лопнуло, да. Это вероятно. То есть, как бы, это нормально. Только, вы пишите, видите, он пишет, вы пишите, он был готов всю жизнь с этим жить. А с чем этим-то? С чем с этим? С чем с этим жить? Продолжать стараться мне верить и быть верным. Так и вы верны. Вы не изменяли. По крайней мере, вы ничего не пишите об этом. Позволять прикасаться к нему, но даже если оставаться вместе, то не быть верным и не верить мне. Он стал меня что-то ненавидеть, позволять прикасаться к нему, что это значит, даже если оставаться вместе, то не быть верным и не верить мне. Нет. Нет, 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 я понимаю, что вы хотите сказать, просто ваша логика от меня он скользает. Нет, вы что хотели, вы что этим сказать-то хотели? То есть, он, по сути, позволяет вам, начал позволять вам любить себя только? Где, где насчёт измены я могла бы опустить и простить, чтобы он поступил так, или хотя бы даже один раз перискал с кем-то, но больше не смогла простить, Простите, это вообще, вообще, вообще не понял, что это значит. где насчет измены, я могла бы допустить и простить, когда поступил так, или хотя бы, я один раз переспал с кем-то, но больше не смогла простить. Извините, я не понимаю, что это то, что вы написали здесь. По какой причине вы допускаете измену вообще, на всем цветом свой адрес? Почему вы решили, что измену обязательно нужно прощать? То есть да, измену желательно простить, конечно. Это так, желательно простить измену, но так только если она, эта измену объяснена мужчинам. То есть если можно быть уверенной в том, что этого больше не повторится. Только в этом случае. Если же ситуация такова, что человек не объясняет с того, что он сделал, то извините, конечно, извините, извините, конечно, но в таком случае измену прощать нельзя. Ни в коем случае. Никак. Нельзя в таком случае прощать измену. измену. Вот. И здесь ваша позиция, она чем продиктована строком, она продиктована чем? То есть такое впечатление, что вы себя как-то вот изначально, изначально себя недооцениваете. Вот. Давайте корректур. И это вам изначально сильно мешает. Вот. Ну как, 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 как вот мне видится. По крайней мере. Дальше. Как он говорит, да, ты можешь измениться, заботы и любопроще, но душа, но душа ты все равно жить не сможешь, ты не сможешь избавиться от этого своего черного пятна. А о какой пятней речи? Хоть не расстались, но все равно продолжаем жить вместе, говорить на эти темы. Так не расстались вы в таком случае получается, если вы продолжаете жить вместе. Что для нас есть расставание, Валерия? Ну вот, как, как вы понимаете расставание? На мой взгляд, то, что вы сделали, это не расставание. Реально ли вообще спасти эти отношения? Ну, спасать вообще никого не стоит, что касается спасения. Что касается, ну, гармонизации отношений, да, это возможно, но для этого нужно, как минимум, вам одной, наверное, провести несколько консультаций, и потом желательно все-таки с молодым человеком вместе поработать. Вот, потому что это гораздо более эффективно будет. Акцентируйте, пожалуйста, свое внимание исключительно на себе. Вот это то, что я очень хочу. Чтобы вы акцентировали свое внимание исключительно только на себе. То есть, чтобы вы думали сейчас, в данный момент, о себе только лишь. Вот. Чтобы вы, как бы, свои, ну, вот, свои мотивы разобрали, которые у вас есть. То есть, почему я, вот, делала вот это вот все, что делала, да, из-за чего я делала вот это, что-то делала. Там, к примеру, там, я не знаю, что я, что я хотела, зачем мне это было нужно и так далее. Вот на эту тему, поразмеш... поразмешляйте. Ох! Это важно. Это очень важно. И вот тогда можно будет действительно что-то понять. Когда у вас действительно будет своя позиция. И тогда, когда у вас действительно будет своя позиция, уже можно будет решить, реально ли спасти отношения или нет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.